Сегодня в Ненецкой телерадиокомпании состоялась жеребьевка по распределению бесплатного времени для агитации в эфире телеканала «Север» и радио «Север-ФМ». Среди зарегистрированных кандидатов выдвинутых в окружное собрание депутатов по одномандатному избирательному округу номер 8 «Городецкий». В Ненецком округе набирает обороты избирательная кампания на выборы различного уровня, которая завершится в единый день голосования 8 сентября. На сегодняшний день зарегистрировалось более 150 кандидатов в муниципальных образованиях, то есть это по городу, по Заполярному району и в целом по поселениям. Плюс 5 кандидатов у нас зарегистрировано на окружное собрание по 8-му городецкому округу. В настоящий момент все зарегистрированы кандидаты. Агитационный период в средствах массовой информации начинается за 28 дней до дня голосования. Бесплатное время для кандидатов предоставляется только кандидатам в депутаты окружного собрания и только в будни. В эфире телеканала «Север» и радио «Север-ФМ» агитационный период стартует 12 августа. У всех кандидатов в депутаты от разных партий равные правам. Значит, каждый из вас должен выбрать конверт, в котором будет указан номер. Согласно этому номеру кандидаты будут со своей предвыборной агитацией выходить в блоках в соответствии с нумерацией. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. Сегодня все зарегистрированные кандидаты лично или через официальных уполномоченных получили равные права и равные минуты эфирного времени для проведения агитаций. Это Андрей Жинь, представляющий партию ЛДПР, Татьяна Антипина, кандидат КПРФ, Андрей Попов, представитель политической партии «Единая Россия», Марина Банникова, партия «Родина» и Ирина Айдулина, представитель партии «Коммунисты России». В рамках агитационного периода в эфире предусмотрено также проведение дебатов между кандидатами, участие в которых для них обязательно. Как отмечают сами кандидаты в депутаты регионального парламента, избирательная кампания проходит в нормальном рабочем режиме. Избирательная кампания в Ненецком округе проходит спокойно, размеренно. Наверное, сейчас еще рано говорить о каких-то таких сильных подвижках или лидерах даже избирательной кампании. Все в равных условиях, все достаточно корректно себя ведут. Ну, в общем-то, никаких сложностей нет. Со стороны непосредственно уже тех структур, которые нам предоставляют и в печатных изданиях, и на телевидении. Свободное время для рекламы, для нашего выступления. Делается все, достаточно подготовлено. Нам уведомляют нас, нам все рассказывают, и достаточно досконально. Учетом того, что я уже начал ходить по территории, я хочу сказать, что у населения есть интерес к выборам, и они заинтересованы, чтобы выборы состоялись. С людьми общаюсь, соответственно, люди дают свои наказы, пожелания, которые будут включены в программу действий. Соответственно, наказы разные, по разному территории разные. То есть, где-то люди беспокоятся о детских площадках, где-то не устраивают парковочные места, где-то коммуналка интересует. Ну, все эти наказы будут собраны в один комплекс мероприятий. Избирательная кампания в Ненинском автономном округе продолжается. Сейчас комиссии перешли к следующему этапу избирательной кампании. Это изготовление бюллетеней, подготовка списков избирателей, избирательные документации, информационные плакаты. То есть, села уже начали заказывать избирательные бюллетени. Ну, и потихоньку город и район тоже сейчас приступят к этому. Иван Никонов, Ольга Малыгина, Леонид Шишелов, Телеканал Север.